9 мая – день всенародного торжества и еще одна дата, которая сплачивает жителей огромной страны. В городском округе Люберцы патриотические и праздничные мероприятия в честь 79-й годовщины Великой Победы проходили весь день. Наша съемочная группа была в эпицентре событий. Место встречи изменить нельзя. И в День Победы это место – мемориальный комплекс «Вечный огонь». Несмотря на далеко не майскую погоду, у памятника собралось огромное количество людей. Многие пришли с портретами своих героев. Мама служила Прибалтийский фронт. А папа первый украинский. Он был танкистом. А мама в нос была организация воздушное наблюдение, ополещение связи. Это наш отец. Он воевал на Кутской дуге. Прошел всю войну. Победу встретил в Кеннезберге. Это огромная семейная реликвия. Это историческое прошлое. Это историческая память. Я горда тем, что мой родной дед воевал. И, конечно, для меня это личная боль. Это открытка с белым голубем на победу. Чтобы все верили, что на земле будет мир. В городском округе Люберцы проживает 27 участников Великой Отечественной войны. Но в силу преклонного возраста их нет на этом памятном мероприятии. Сегодня на смену им пришли новые герои. Участники и ветераны специальной военной операции. Я бы хотел пожелать всем скорейшей победы. Еще одной нашей победы. Всем чистого мирного неба над головой. С праздничком. Праздник на самом деле великий. У меня пора дедушки, а до Берлина не дошел 40 километров. Он был танкист. И я тоже танкист. Помните, не плачьте. В горле сдержите стоны. Горькие стоны. Памяти павших будьте достойны. В память о тех, кто не дожил до победы, кто сложил головы на фронтах Великой Отечественной, была объявлена минута молчания. Затем началась церемония возложения цветов. Ее открыли глава Люберец Владимир Волков, председатель Совета депутатов Владимир Ужицкий и председатель Совета ветеранов Юрий Орехов. За ними последовали ветераны военной службы, курсанты военных вузов, депутаты городского округа, представители благочиния, молодежь, студенты, школьники. Нескончаемый поток людей в течение нескольких минут подходил к вечному огню. И даже после возложения цветов никто не спешил расходиться. А на парковке за зданием администрации тем временем проходит выставка военной техники. Зенитное орудие, знаменитый танк Т-34 45-го года выпуска, легендарный истребитель И-16, две «Катюши» и американский «Студебекер». Некоторые экспонаты восстановлены, то есть это либо техника, найденная на местах боев, техника, найденная в каких-то частных руках и доведенная до добровольного состояния. А некоторая техника хранилась на складах, например, 30-мм пушки, они стояли на вооружении до 60-х годов, потом были законсервированы и сейчас сняты на складах как музейный экспонат, так же, как танки, например, Т-34-85. У Павла династия военных, поэтому мы сегодня вот в таком виде. Прапрадедушка воевал на Курской дуге, награжден Орденом Славы, прадедушка Анисим. Поэтому вот растим молодое поколение в духе патриотизма. Я увидел, что тут есть «Катюша» и всякие разные танки. Мне больше понравился этот танк. А воспитанники детской хореографической школы поздравили люберчан своими танцами. На одной из площадок Центрального парка выступили образцовые коллективы городского округа. Луиза и Гязарян Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова